Здравствуйте! В эфире субботния информационная программа Вести Крачева Черкесия. Главные темы выпуска. Какие вопросы на этот раз поднимали люди? Жителями республики глава Крачева Черкесии провел ежегодную прямую линию. Крыша протекает, лифт не работает. Жители девятьэтажки по Интернациональной Черкесии обращались в различные инстанции, но проблемы пока не устранили. На улице чудесная пора. Как встречают золотую осень дошкольные учреждения Крачевской, осенний бал малышей посетила наша съемочная группа. Главное медиа событий этой недели – прямая линия главы Крачева Черкесии Рашида Тимрезова с жителями республики. Традиционно такой формат общения вызвал большой интерес у земляков, которые отправляли свои вопросы, звонили по многоканальному номеру, присылали видеообращения. Как отметил глава, прямая линия – отличный инструмент взаимодействия, который позволяет не только увидеть общую картину положения глазами людей, но и внести корректировки в совместную работу. За один час прямой линии глава ответил на разные вопросы, которые затрагивали тему ЖКХ, газификации, водоснабжения и многие другие. К Рашиду Тимрезову обратились и военнослужащие 34-й мотострелковой горной бригады Крачева Черкесии, участники специальной военной операции. Они попросили руководителя субъекта оказать содействие в приобретении дрона «Мавик», отметив, что это действительно необходимая вещь в современных реалиях. Прежде чем ответить на этот вопрос, я хотел бы вот этих ребят наших, земляков, поблагодарить за такую не только гражданскую ответственность, а еще и за ваше мужество, за вашу любовь, трепетное отношение к нашей родине. Спасибо вам большое. Ребят, то, что касается вашего вопроса, мы вот буквально недавно ко мне представитель правительства заходил, Мурат Олегович, и говорил, вот это мы должны отправить, это мы должны сделать. Все это мы обязательно сделаем и исполним. Большая часть вопросов касались и проблем ЖКХ. От нее жильцы обратились с просьбой заменить крышу, другие – починить лифт. Съемочная группа «Вестей» побывала в одной многоэтажке Черкесской и лично убедилась в их проблеме. Ветхая крыша и стала причиной отключения лифта. Подробности в сюжете Артур МХЦ. Жители девятиэтажки по улице Интернациональной демонстрируют последствия прошедшего недавно дождя. После такого на лестничных клетках и во многих квартирах необходим ремонт. Горожане провели для съемочной группы «Вестей» экскурсию по проблемным участкам дома. Показали крышу, из-за которой у них не работает лифт. Этой крови уже много лет. Она уже из-за времени, из-за своего износа, уже не выдерживает осадки. Никакие погодные условия уже не выключены. Глядя на крышу, сравнивая обновленную кровлю над первым и третьим подъездами и эти проплешины над квартирами посередине дома, складывается впечатление, что некоторые жители в чем-то провинились перед управляющей компанией. Решетон наверху негативно сказывается на комфорте во всем здании. Тот же лифт был обесточен как раз из-за возможности аварийной ситуации. Как часто вам необходимо спускаться, подниматься? Утром иду я, вечером поднимаюсь. Вот так вот и живем. Уже третью неделю. Это ж не дело. Потому что ноги больные. Ну-ка ни раз, ни два поднимаемся. Очень тяжело, очень тяжело. Люди не раз обращались за помощью в различные инстанции и службы. Когда завтраки от обслуживающей организации растянулись на недели, горожане попросили помощи у жилнодзора, Народного фронта и телевидения. Мы жильцы дома Интернациональная 16А. И у нас основная проблема – это течь с крыши. Потому что в связи с этим у нас не работает лифт уже со 2 октября. А у нас в доме проживают инвалиды, у нас в доме проживают мамочки с детьми на руках, спускаются с колясками постоянно. В доме проживают пожилые люди, которым даже скорая отказывается подниматься. Поэтому это огромная проблема у нас этот лифт. Но управляющая компания сказала, что кровля крыши уже была сделана. И поэтому кровлю крыши никто не занимается. Жители показали все обращения, которые они писали в ту или иную организацию. Впечатляющий перечень еще раз доказывает, что они не просто ждали маны небесной, а пытаются найти способы решить проблему. Многие исправно платят коммуналку, не отказываются от собственных обязательств и имеют право требовать от управляющей компании исполнения своих. Вы все пошагово правильно сделали. Вы обратились в те инстанции, которые нужны, в надзорную инстанцию, в госжилу инспекцию. И у нас есть информация, что от них есть реакция. Они, управляющие компании, вынесли предписание с каким-то конкретным сроком. В этот срок управляйка уже должна предпринимать меры. Мы на сегодняшний день видим, что меры предпринимаются. То есть у нас есть обоснованные сомнения в том, что в этот срок управляющая компания успеет сделать те работы, которые необходимы. Это же не работа одного и двух часов. Сроки устранения главной проблемы мы уточнили в региональном управлении жилищного надзора. Жителям квартирного дома, расположенным по улице Интернациональная, 16А, было направлено обращение в адрес управления государственного жилищного надзора. По итогам проведения контрольно-надзорных мероприятий, отраженные в жалобе вопросы, были подтверждены. Управляющей организации выдано предписание об устранении выявленных нарушений с установлением сроков для его исполнения. Срок исполнения предписания около месяца. В обслуживающей организации первоначально планировали устранить проблему в течение недели. Правда, это время уже истекло. А затем ещё и пошли дожди. К слову, составленные специалистами госжилнадзора материалы также были направлены в суд для рассмотрения. Если по истечении срока работы не будут выполнены, туда же отправится второй пакет документов. В случае положительного решения в суде санкции будут куда жёстче. На самом деле, по интернациональной 16А проблем и без крыши с лифтом немало. Это и затопленные подвалы дома, и забитые канализационные колодцы, и невывозимый по долгу со двора мусор, который валяется не только около контейнерных площадок, но и где попало на придомовой территории. А также убитая на фоне недавнего благоустройства двора проезжая часть. Некоторые вопросы требуют оперативного решения, и горожане надеются, что их беды завершатся как можно скорее. Далеко не все обращения прозвучали на прямой линии, но, как отметил глава региона, абсолютно каждый обратившийся получит ответ на интересующий его вопрос. Рашид Тимрезов поручил членам правительства и руководителям органов местного самоуправления взять каждое обращение в работу. И возвращаясь к теме специальной военной операции, в Черкесске наградили добровольцев, которые оказывают помощь участникам СВО. Торжественное мероприятие прошло в Музее истории церкви и казачества Никольского собора республиканской столицы. Грамоты и подарочные сувениры добровольцам трех инициативных групп соборяне, куда входят добровольцы Никольского собора и станицы Зеленчукска из города Черкеска, вручил заместителя руководителя исполнительного комитета депутат городской думы Альберт Зугаев. Он поблагодарил добровольцев за труды и пожелал продолжать трудиться в единстве на благо нашей Родины. Связь поколений «Сила России» под таким названием в республике проходит серия концертов в учебных заведениях под руководством заслуженного работника культуры Карачева-Черкесии Алексея Иванченко, хоровой коллектив «Гармония» и хореографический ансамбль «Салам» открыли эстафету в Индустриально-технологическом колледже Черкесска. Алибаташев подробнее. Задача аккомпаниатора и художественного руководителя хора Алексея Иванченко дать удобный темп во вступлении, верно передать настроение музыкального произведения, а еще знать подход к каждому исполнителю, чтобы песня прозвучала выразительно и тронула сердца слушателей. «Музыкой я занимаюсь с раннего детства, ну где-то аж с 1983 года, как пошел в школу, взял в руки аккордеон, точнее я до этого выступал в хоре мальчиков города Черкесска, был солистом этого хора, первый хор у нас. Потом мне предложили перейти на такой замечательный инструмент, как аккордеон». «В коллективе с 2011 года, вообще пою еще со школы, в хорах выступала, на химзаводе работала, в химзаводском хоре пела, но пришла сюда работать, пою здесь, в этом хоре сейчас». «Что вас побудило прийти?» «Ну, песни, это есть песня, песни всегда петь приятно». Зажигательный кавказский танец исполнил хореографический коллектив «Салам», художественный руководитель Азамат Кумуков. В концерте звучали не только народные, но и эстрадные песни, которые тепло принимала публика. «Встречи кориды, встрети большие, велика, безправная, всеправная, без публика». Идея объединить на одной сцене молодежь и старшее поколение, провести серию концертов «Связь поколений Силы России» возникла у Алексея в начале года. Ее активно поддержали Фонд президентских и культурных инициатив, Всероссийское общество слепых и другие политические партии и общественные организации республики. «Конечно, мы такие проекты не просто должны, мы обязаны поддерживать, потому что такие проекты направлены на укрепление семьи, семейных ценностей, традиций. И в дальнейшем также мы будем поддерживать этот проект». Самая юная участница хора Вероника Горпенченко вдохновлена примером своей бабушки Веры. участница хора «Гармония». Она любит народные песни с детства. Самая любимая – «Матушка Земля». Певица покорила зал, исполнив любимую песню на одной сцене со своей бабушкой Верой и всеми выступающими артистами концерта. Али Баташев, Али Бастанов, Вести Карачаева-Черкесия. Осень – чудесная пора, которая окрашивает мир в удивительные цвета. И, безусловно, это время богатого урожая. Этому времени года посвящают стихи и песни, и мероприятия. На осеннем бале в Карачевске побывала Мадина Каракетова. Нарядные, красивые, немного взволнованные, они ждут начала бала. Все старались, создавая костюмы, готовя праздничные номера, разучивая стихотворения. А в бальном зале, превращенном в осенний лес, детей ждали их любимые сказочные герои. Персонажи сказок развлекали малышей шутками-прибаутками, загадывали загадки, старались запутать и строили настоящие козни, пытаясь выдать себя за королеву осень. Но дети вывели самозванцев на чистую воду. С появлением настоящей королевы осени бал продолжился в нужном порядке, а проказники из сказок стали в нем почетными приглашенными. Осень познакомила своих маленьких гостей с особенностями времени года, и каждого осеннего месяца ее помощники рассказали очень много интересных фактов об осенних погодных явлениях, активно вовлекая детей в познавательные игры и конкурсы. А самые маленькие воспитанники детского сада «Красная шапочка» подготовили вкусное фруктово-овощное дефиле. И каждый номер – яркое костюмированное представление. Помимо костюмов, дети и их родители подготовили выставку, экспонаты которой делали своими руками из подручного природного материала, а также выставку угощений из даров осени. Дети рассказывают, что они с нетерпением ждали этот праздник и очень старались. Всех поздравляю! Золотое осень! Воспитатели детского сада отмечают огромный вклад родителей в подготовку осеннего бала, всемирную поддержку на каждом этапе. Родители – наши большие помощники. Вот эти все поделки на выставку сделаны руками родителей. И, конечно же, все праздники проходят не без помощи родителей. Они нас поддерживают, они нам помогают. Осенний бал уже стал традиционным в детских дошкольных учреждениях Карачаевска. По мнению представителей городского управления образования, основная цель этого мероприятия – показать детям всю красоту родной природы и научить бережному к ней отношению. А самое главное – такие мероприятия еще теснее объединяют родителей и детей, учат взаимодействию семьи и педагогов в достижении общей цели – дошкольного воспитания ребенка. Такие праздники, посвященные осени, пройдут во всех детских дошкольных учреждениях Карачаевского городского округа. Комиссия оценит старания детско-родительско-воспитательских коллективов, выбрав лучший осенний бал. Мадина Каракетова, Али Бастанов, Вести, Карачаево-Черкесия, Карачаевск. Повсюду желтая листва укрывает землю, но где-то уже есть снежный наст. Где в республике уже выпал первый снег, об этом мы не только расскажем в следующем выпуске Вести в 14.30. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok